Я вышиваю уже более 25 лет на швейной машинке, и техника называется свободноходовая. Я запяливаю ткань в пяльце, двигаю им абсолютно свободно в машинке, игла бьет в одно место, а я, собственно говоря, рисую. Художник рисует кистью карандашом, а я делаю то же самое, только нитью. Пришло такое время, когда я начала вышивать немножко другого качества работы, и подошел такой момент, когда мне мои близкие сказали, что тебе пора уже вот все вот то, что ты сейчас вышила, показать другим, не только нашей семье. По сути дела, пять лет тому назад впервые свою выставку. Одну, потом вторую, потом пошли персональные выставки. Меня тянет машинка. Иногда я утром стою, быстренько позавтракаю и скорее бегу, сажусь за машинку, особенно если очень ясный день, хорошая погода, и у меня есть свет. Вышивать нужно только при дневном свете. Если пасмурная погода, если льет дождь или что-то, а мне очень хочется, иногда я начинаю вышивать. Потом об этом очень жалею, потому что все-таки дневной свет, при нем подбираешь нитку и не устаешь. Три-четыре часа можно вышивать. Дальше просто и глаза устают, свет уходит, и немножко психологически уже тяжело. Все как бы в жизни на самом деле очень просто. Я в детстве рисовала и хотела быть художником, потом я шила, я хотела быть художником-модельером. Но в итоге, когда стал выбор мне идти в художественную школу, родители сказали, заканчивай 10 классов, иди куда хочешь потом. Ну, в итоге я оказалась в Киевском политехническом институте, но все равно мечтала о другом. Как только закончила институт, я пошла на курсы кройки шитья в Дом офицеров. После этого я работала, вечером шила себе и не только себе. Потом я поняла, что надо еще украшать эту одежду. Пошла на курсы вышивки. Когда я увидела первый букетик, вышитый нашим преподавательницей, я тоже его попробовала и поняла, что вот это мое. Моя швейная машинка у меня появилась, как только я закончила школу. Мне ее подарила бабушка, потому что я уже к тому времени шила. Ну, и на тот момент это была очень современная ножная машинка, которая делала зигзаг. Вот она у меня до сих пор, я на ней все годы вышиваю. Первая работа у меня была сделана дома. Свой первый букетик, это были чернобрывцы. Маленький очень букетик. Я вышила на одном дыхании и поняла, что вот это все мое, и я буду заниматься вышивкой. Потом пошли пейзажи. И я вышивала очень много, потому что я не могла просто не вышивать. Мои первые работы, те, которые подарены у моих друзей, я очень прошу, принесите мне их. Я их исправлю. Они им говорят, нет, не дадим, это твои первые работы. Это мой любимый уголок, это Крым. Я вышивала по мотивам картин, акварелей Нина и Алифонс Жаба. Вот такой пронзительной любви, наверное, я только увидела у Нины Жаба. И даже крымские татары в изгнании хранили маленькие открыточки с ее акварелями. Это была память у них о Крыме. Самая большая, объемная у меня была работа, это итальянская красавица. Я вокруг нее танцевала, она мне настолько нравилась, она настолько меня соблазняла. И я таки за нее взялась. Вышивала я ее долго, около полугода. Я ее откладывала, возвращалась. И сейчас я понимаю, что я не знаю, как я к ней приступила. Она мне очень нравится. Я бы, наверное, уже не решилась за нее взяться снова. Мой первый портрет, который я вышила, получился не очень удачный. Но поскольку он первый, я его все равно очень люблю. Я, во-первых, выбрала ненужный формат портрета. Потому что, когда очень мелко, очень сложно донести детали. Глаз получился достаточно выпуклый. И все время смотрел на зрителя очень внимательно. Исправить нельзя, нельзя выпороть. Потому что очень густо и очень сильно нитка входит в ткань. Была у меня история, когда у меня кошка испортила. И когда капнуло машинное масло. Это был ужас. И капнуло оно на лицо. Ну, я сверху зашивала еще нитками. Ну, вот по настроению. Я вышила сына, я вышила сестру. У меня есть серия портретов. Началась с мамы. Я долго вышивала внучку. Я по фотографии вышивала. У меня красивенькая внучка. Поэтому ее хочется вышивать. Внучка, во-первых, еще маленькая. Но она очень любопытная. Иногда мне кажется, неужели ей интересно наблюдать. Вот это вот, ты в машинке, мои пяльца. Или я на мое видео, вот она видит, как я вышиваю. Я на видео мастер-классы закачала, допустим, в интернете. Я так пролистываю, думаю, ей неинтересно. Она, остановись. Мне это интересно. Пока ей это интересно, так просто интересно. А передать мастерство, вы понимаете, я не представляю современного ребенка за допотопной машинкой. Мне кажется, вообще ничего не надо передавать. Это должно быть в детях, во внуках, само как-то проявиться. У меня есть работы отложенные на год, на полгода. Я их просто откладываю. Потом беру. Ой, как здорово, уже половина работы сделана. Уже смотришь другими глазами, с другим настроением, с другим каким-то даже жизненным опытом. Подходишь и начинаешь продолжать. Я живу среди любимых людей. Я занимаюсь любимым делом. Я живу в любимом городе Киеве, где родилась я, моя мама, мой сын, мои внуки. Ну вот это то, что меня окружает, и мне это нравится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!